Меня часто спрашивают, как увеличить свой доход в разы. Ну давайте я дам вам несколько рекомендаций. Если вы работаете мало, работайте в разы больше. Может быть, вам нужно работать в разы умнее, то есть нужно чему-то научиться и действовать точнее, быть более смартовым, тогда результат будет более сильный. Возможно, вы занимаетесь инвестициями, но тогда вам нужно быть прям покружен в эту тему. Потому что, если вы хотите зарабатывать деньги не только вот этот год или этот месяц, а на протяжении десятилетий или сделать себе некий пассив, ты должен иметь очень высокую экспертизу и постоянно быть на гребне. И никому не доверяй решения, которые ты будешь принимать, когда будешь заниматься инвестицией. Если ты предприниматель, тогда обрати внимание на следующие три показателя. Тебе нужно в разы увеличить количество клиентов или тебе нужно в разы увеличить маржинальность с одного клиента, или тебе в разы нужно увеличить, сколько раз клиент покупает в единицу времени. Допустим, в год покупает не два раза, а шесть. И вот эта компиляция между тремя вещами, количество клиентов, маржа и частота покупок, если ты на все влияешь в принципе там по 50-60 процентов, перемножая эти вещи, будет увеличиваться в разы. Но есть еще один способ зарабатывать в разы больше. Обрати внимание на свою бизнес-модель. Может быть, тебе в принципе пересмотреть эту бизнес-модель, как это сделал я, уходя из обычного бизнеса в сетевой. Сейчас пока нет речи про сетевой. Я сейчас говорю про зарабатывание в разы и про модель. В чем другая модель сетевого, в отличие от линейного бизнеса? В том, что это многоуровневая система дистрибьюции, где тебе платят деньги с тех уровней, на которые ты повлиял. То есть, чем больше зарабатывают твои партнеры, тем больше зарабатываешь ты. Ну или говоря проще, может быть, ты получаешь деньги с оптовых продаж тех своих оптовых продажников, которые продают оптом. Понимаешь смысл? И это совсем другая модель, другая форма. Чтобы ее понять, ты можешь прийти и потестить, как работает какая-нибудь продуктовая сетевая компания. Попробуй и потом примени это в своей деятельности. Может быть, тебе понравится, ты останешься так же, как я. Помните та смешная поговорка? Наша кошка не очень любила пылесос, но потом ничего втянулось.